25 января в Минске прошло заседание Белорусско-Латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Со стороны Латвии комиссию возглавляет министр сообщения Улдис Аугулес от Белоруссии и его коллега Анатолий Сивак. Обсуждались вопросы, касающиеся самых разных сфер – деревообработка, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, образование, приграничное сотрудничество, транспорт и другие. По итогам заседания стороны подписали ряд документов по развитию двустороннего сотрудничества. В транспортной сфере Латвия для нас – это один из первых партнеров. И это нам позволяет более активно и плодотворно работать не только в сфере транспорта, но и в других сферах. Я считаю, что результаты сегодняшние – это залог будущих успехов, которые будут в наших двусторонних взаимоотношениях, которые дадут импульс для роста товарооборота между нашими странами. Как отметил министр транспорта и коммуникации Белоруссии Анатолий Сивак, в последнее время наблюдается рост транзитных российских грузов через Белоруссию в направлении латвийских портов. В марте белорусские и латвийские железнодорожники и портовики встретятся для обсуждения тарифов на очередной период, чтобы это было выгодно всем заинтересованным сторонам. Тем более, что ведутся большие работы над привлечением грузов с Востока. Очень много совместно работаем с транзитными грузами из Азии, конкретно из Китая, где тоже мы очень много сделали, проработали, чтобы мы могли влияться в шелковый путь или в один пояс, одна дорога. В проекте сравнительно успешно мы насчет этого продвигаемся. Во время пресс-конференции журналистами был поднят вопрос электрификации железнодорожных путей. Анатолий Сивак отметил, что эта тема – предмет постоянного диалога. Электрификация сделает железнодорожные перевозки еще более конкурентоспособными. Но решение должно быть обоюдным. В наших планах существует намерение электрифицировать свою дорогу в сторону Латвии. И не только электрифицировать. У нас однопутный участок. Важно говорить, мы, наверное, где-то в 2010 году делали пограничную двухпутную ставку между пограничными и нашими переходами. Но важно развивать пропускную способность этого участка. Для обеспечения транспортного потока не менее важно и автодорожное сообщение. Для этого планируются работы по развитию автодорожной инфраструктуры, особенно участков дорог, ведущих от латвийских и белорусских пропускных пунктов. Стороны пришли к соглашению о развитии автодорог Витебск-Полоцк-Латвийская граница и Рига-Дагупелск-Краслова-Белорусская граница.